Всем пламенный привет! С вами Блэк Рос! В общем, все как обычно. По традиции начнем с положительных моментов. Ну и первый это вооружение. 4 бритиш-испана, 800 снарядов БК. Согласитесь, это неплохо. Можно очень хорошо пострелять, много, может быть, даже не всегда точно. Но, правда, с другой стороны, в общем-то, не замечаешь, как на этих испанах тает боекомплект. Очень быстро все выплевывается. Так что, ну, тут нужно немножечко следить за своей стрельбой. У самолета есть бомбовое вооружение. Это несомненный плюс. Все-таки приходится иногда с космонавтами бороться путем уничтожения наземной техники. И здесь мы прекрасно справляемся. Самолет неплохо маневрирует, что в горизонтале, что в вертикале. Но тут есть маленький нюанс. Все-таки при этой характеристике, при маневренности, вести нормально маневренный бой мы не сможем. И об этом чуть позже. Скорость у Земли 624-625 км в час. Так что, согласитесь, действительно хороший показатель. Ну, вообще, темпестры славятся этим. И, в общем-то, и побегать от кого-то или за кем-то вполне возможно. Латтер 840-860 тоже показатель очень-очень хороший. И прочность крыльев при этом 840 км в час. Рвем на себя. И, в общем-то, крылья остаются с нами. Это очень-очень неплохо. Скороподъемность. В принципе, она неплохая. Может быть, кто-то и будет на нее жаловаться. Но тут важно понять, что самолет, во всяком случае, сейчас, он по прямой не должен никак идти к противнику. Мы занимаемся тем, что климим чуть в стороне. Если мы пойдем по прямой, мы будем немножечко проигрывать по высоте противника. Ну, и там уже будет не все удобно. А исходя из наших характеристик, из нашего профиля, в общем-то, как-то находиться чуть ниже, это не вполне удобно. Хотя и убежать, конечно же, всегда сможем. Поэтому не лезем вперед, чуть в сторону и климим, в принципе, спокойно. Проблем с климом у нас нету. И, в общем-то, это тоже определенный плюс. По поводу двигателя. Двигатель у нас здесь водяного охлаждения. И сам двигатель, конечно же, хрупкий. Очень быстро останавливается после полученных повреждений. И, в общем-то, даже несущественные какие-то попадания винтовочного калибра могут привести к его остановке. Да, беда. Но, с другой стороны, понятно, что, в общем-то, в лоб не надо ходить, не надо подставляться под стрелков, бомбардировщиков. Все в таком духе. И тогда все будет хорошо. По поводу двигателя. Довольно мощный. С перегревом у него, с одной стороны, не все в порядке. Но это только на первый взгляд. На самом деле, мы спокойно лезем наверх. Он начинает греться на высоте 4000. Тут самое главное не обращать на это внимание. Но греется и греется. Нажмем дальше форсаж и залезаем на 106000. И нормально, без каких-либо проблем. Остывает самолет тоже очень быстро. Так что, вот здесь все у нас просто и комфортно. Никаких заморочек нет. Ну и общее управление у самолета тоже. Оно вполне себе неплохое. За одним маленьким исключением, о котором чуть позже. Самолет, ко всему прочему, не сильно подвержен пожарам. Тушится. Ну и он сам по себе довольно-таки крепкий. От малейшего чиха он не разваливается. И с ним в этом плане комфортно себя чувствуешь на нем. Ну и перейдем к минусам. А точнее, к одному минусу. По большому счету, у самолета только один минус. Плохой ролл. И вот отсюда все наши беды. Вести маневренный бой становится не очень удобно. Ведь всякие перекладки нам даются с большим трудом. Медленно, неповоротливо. И порой просто не успеваешь уйти из-под атаки. Не успеваешь довернуть, отвернуть. И вот в этом вся наша проблема. Но, в принципе, с другой стороны. Как и в каких-то единичных боях. С единичными целями. То, в принципе, тут можно даже повертеться. Особых проблем не будет. Может быть, потратите чуть больше времени, чем обычно. Но все это закончится для вас благополучно. Ну и вот, собственно говоря. На этом с минусами, наверное, все. Большего я не заметил. В этом самолете больших минусов. То есть, в принципе, машина комфортная. Машина интересная. И по ее характеристикам понятно, что мы используем ее как Tempest 2. Мы используем как Бумзумера и рельсовую машину. То есть, сверху бьем, уходим обратно наверх. Ну или носимся по рельсам. Проатаковали кого-то. В докфайт не вступая, ушли дальше. То есть, в принципе, все ясно и понятно. Но вот конкретно в боях сегодняшних, в этом видео, будут именно кусочки докфайта. Иногда, конечно же, приходится влезать. Приходится биться против кучи самолетов противника. И здесь мы, конечно же, себя чувствуем не очень хорошо. Как я уже говорил, ролл в этом плане нас сильно подводит. Ну, просто элементарно не успеваешь как-то довернуть, отвернуть. И, в общем-то, конечно же, тебя сбивает. По этому поводу, если вы готовы, скажем так, часто покидать горящую машину или машину с оторванным крылом, ради бога, вступайте в маневренные бои. Если не готовы, то тогда строго бумзум, строго рельсы. Не лезем по прямой на противника. Заклимбили, стараемся дождаться, когда завяжется бой. И вот тогда мы, в общем-то, очень хорошо себя показываем. И, в общем-то, можно сделать фраги. Но, опять-таки, кому какой геймплей больше нравится. Я решил в этот раз именно, скажем так, красочно полетать, вступать в догфайты, в какие-то бои такие, довольно-таки серьезные. Ну и, в общем, вот что получилось. Немцы, в очередной раз немцы тут дают всем прикурить. Ну и, в общем-то, снимая с товарища А5, фока падает. И я только успеваю перевернуться, сделать полубочку. И вот, здравствуйте, сзади пламенный, горячий немецкий привет. Ну, в общем, беда. Что поделать? И это будет регулярно с вами происходить, если вы будете вступать в такого рода бои. Если заметили, что на вас заходят, ни в коем случае не надо никого там добивать. Попали, не попали, просто на ногу. Самый идеальный вариант – утащить за собой всех. Флаттер неплохой. И, в принципе, если вы первые будете уходить с высоты, с хорошей скоростью, то, в общем-то, и немчура вас не так быстро будет догонять. И, возможно, что спустится за вами вниз. Ну, а внизу у вас все преимущества в скорости. Вы просто будете издеваться над ними, таскать их за собой. Ну и, в общем-то, там вам, возможно, кто-то и поможет. Вот. Очередной немец падает. Ну, как немец? Британец с немецкими корнями. Или, наоборот, немец с британскими корнями. Что, скорее всего. В общем, он падает. А я стараюсь помочь своему напарнику. Но, к сожалению, помочь ему будет крайне тяжело. Он спустился вниз и несколько увлекся. А у меня у самого на высоте здесь будут некоторые неприятности. Впрочем, сейчас мы это все и увидим. 109-й сверху опускается. Идет за мной. Лобовая. Ну, понятно, что немцы стремятся идти в лоб. Я уворачиваюсь. Памятуя о том, что действительно лобовые могут плохо кончиться. Стараемся отстреляться, как обычно, за километр 200 метров. И нырнуть, уйти от атаки от лобовой. И тогда все хорошо. То же самое я сделал здесь. Уклонился от атаки. Успел. Правда, дистанция была меньше. И пытаюсь идти за ним. Но, понимая, что у меня Хортен. Кричу союзнику, своему товарищу, что, в общем-то, там все плохо. За тобой 109-й идет. Бросай все. Беги. А у меня Хортен. Ну, и успеваю подать слегка Хортену. Рули направления повреждены. Ну, в общем-то, как мы еще увидим, Хортен будет нормально летать. К сожалению, не могу я его догнать. По понятным причинам он шел со снижением, набрал скорость. Меня тут еще атакуют. Вот эта проблема с роллом опять сказывается. Но не успеваешь ты нормально, эффективно уходить, разворачиваться, делать полубочки, сплетовать. Ну, и приходится здесь, конечно же, уже, ну, просто чуть ли не на грани. Уворачиваться от всего этого и выживать. Ну, что поделать, видим, что неплохо. Уходим на вертикаль, разворачиваемся. И лобовая на вертикали, пожалуйста. Ну, не совсем лобовая. 109-й не успевал докрутить до меня, и я его сношу. Собственно говоря, уже легче становится. Мы видим, что самолет получил повреждения, но от этого сильно хуже он не стал. То есть мы вполне еще боеспособны, можем летать. И, в общем-то, это наш огромнейший плюс. Не каждая машина это может вытерпеть. Лобовая со 190-м, к сожалению, я ему не нанес повреждений, но, правда, уклонился от его атаки. Ну, теперь остается только попытаться как-то выжить. Но, опять-таки, выжить тяжело. Противник находится выше, хотя и шансы есть. Но, к сожалению, союзников уже не так много. Ну, и лобовая вынужденная, я горю. Хоть и потушусь, но меня доберет Хортон. Ну, здесь ничего не поделаешь. У противника превосходство колоссальное в числе. И, в общем-то, конечно же, мы сольем. Ну, и, опять-таки, противников много, плюс наша проблема с Роллом не дает нам эффективно от них отмахиваться, обороняться. Ну, что ж, понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, рекомендуем видео друзьям. Я с вами прощаюсь. Чистого неба и хорошего настроения. С вами был Блэк Роз. С вами был Блэк Роз. Продолжение следует... С вами был Блэк Роз.